Первый канал и компания «Телеформат» представляют. К детективам обратился военный пенсионер Степан Павлович Ветров с просьбой найти пропавшую дочь. Яна пришла под утро в 5-10 из ночного клуба. О, пап, что не спишь? Мы с тобой договаривались. Ты почему трубку не берешь? Пап, там так шумно. Я звонка не слышала. Я возьму 300 рублей. Надо за машину расплатить. Ты же нашла хорошую подработку, а все папки натаскаешь. Папуль, ну мне же на карточку начисляют, а я бы наличить забыла. Я быстро. И спать. Вернешься, поговорим. Я еще себе кофе налил, сижу, жду, чтобы трепку задать, когда вернется. Степан Павлович, но она уже не первый раз так поздно возвращается? В том-то и дело, что не первый. Вообще-то она у меня девочка очень хорошая, студентка. Но в это лето как будто с катушек слетело. Работа какая-то странная появилась, мне не говорит. Клубы ночные. Ну дальше, дальше. Жду я, жду пять минут, нет. Десять. Побежал вниз. Яна! Яночка! Вы не представляете, как я испугался. Но куда она могла деться? Яна, подними трубку. Яна, ответь ради бога! Друг я вспомнил, что в подъезде у нас живет ее подружка, Ирка. Я бросился в подъезд. И вдруг я заметил пятно на стене. Господи, кровь, что ли? Подъезд у нас проходной. Я кинулся к другой двери, и там никого. У меня все внутри оборвалось. Но до Ирки я все-таки дошел. Ее, конечно, дома не оказалось. Почему, конечно? Да потому. Это Ирка Агуреева. Шалава, каких мало. Это она мою Яну к ночной жизни пристрастила. Может, вместе и шатались. А вы не знаете, где они могли бы быть? А бог их знает. Ну, а вы милицию вызывали, Степан Павлович? Конечно, вызывал. Следователь приехал. Смешно сказать. Девчонка сопливая. Разве такая найдет? А как фамилию следователя вы не запомнили? Варвара. Отчество не помню. Кузнецова. Она по дигоду на три старше моей дочери. Ну, это же наша Варя. Вы же помните ее? А, ну, конечно, помним. Умненькая и милая барышня. Но подстраховать ее не мешает. Степан Павлович, мы беремся за ваше дело. Я сейчас к следователю, а с вами поют мои помощники. Вы им дайте фотографию Яны, ну и подробно все расскажите. Да, спокойно нам расскажите, какие у Яны интересы, есть ли у нее враги, друзья. Может быть, молодой человек. Хорошо, поехали. Через полчаса детектив Алексей Насонов встретился со следователем Варварой Кузнецовой. Да ничего, справишься. Какие у тебя версии? На стене подъезда обнаружили кровавое пятно на высоте головы потерпевшей. Предположительно неизвестный мог поджидать Яну, стукнуть ее головой об стену, и когда девушка потеряла сознание, увезти на машине. Ну а ты как думаешь, что это? Похищение или это убийство, а тело потом вывезли? Я ничего не исключаю и запросила сводку происшествия по городу. Я бы еще и область проверил, вдруг тело туда отвезли. Так, ну а что отец Яна говорит? Враги у нее есть? Отец был такой тормозной, мало что вспомнил. Все твердил, что и у Яны был парень, Олег Березин, с которым она недавно поссорилась. И подруга Ира, девушка, мягко говоря, легкого поведения. Ну, а ты с чего начала? Занимаемся ближайшим окружением Яны. Она студентка института сервиса. Пытаемся выяснить, из какого клуба она вернулась. Ищем свидетелей, допрашиваем соседей. Ну, все правильно. Дала распоряжение сделать распечатку звонков Яны. Так мы сможем выйти на таксиста, может, он что-то видел. Ну, все это, конечно, так. Правильные поиски таксиста и распечатки звонков. А если она на частнике ехала? Черт, я не подумала. И он тогда автоматически превращается из свидетеля в подозреваемого. Девушка молодая, симпатичная, ему понравилась. Пьяненькая к тому же. Народу никого. Подкараулил, стукнул, сунул в машину, вывез в лес, позабавился и бросил? Ну да. А теперь ищи его с вещей. Олега Березина это допросила? Олега пока найти не удалось. А Гуреева или дверь не открывает, или ее дома нет? Ну давай, я Огуреева сейчас поищу, а ты мне дай знать, как будет готова экспертиза этого пятна. Хорошо, но это часа через два. Созвонимся. Насонов приехал к дому Яны, где застал помощников, которые закончили разговор с клиентом. Что нового? Значит так, Яна закончила второй курс института сервиса. Устроилась на какую-то подработку, но на какую отец ее не знает. А все деньги шли на ее карманные расходы. А вот здесь список знакомых Яны, которых ее отец с трудом вспомнил. И еще такой интересный момент. Этот подъезд проходной. Да, так что если Яна подъехала на такси с этой стороны, а похититель на машине с той стороны, то таксист вполне мог не видеть ни похитителя, ни его машины. Так что со свидетелями будет туго. Да, не повезло. Ладно, я к Гуреевой, встретимся в офисе. Понятно. Да, крепко, вы спите. Звоню, звоню вам. В милиции в 8 утра тоже не дозвонился. Ну, вообще-то я вчера снотворное приняла. А чего от меня милиция-то надо? Сейчас мы детективы тоже. Да, про Яну поговорить. Вы знаете, что она пропала? Как пропала? Нет, не знаю. Вы мне подробно про нее расскажите, все-все, что знаете. Что я знаю? Ну, соседки мы с ней, подружки. Вместе в эскортагентстве работаем. Вы же все равно узнаете. Вот давайте с этого места поподробнее, а? Чего вы поподробней? Чего вы сразу подумали-то? Это приличная работа. Это вы посоветовали Яне подработать на каникулах? Ну, я. И что? А как агентство называется? Свита Короля. Вы не знаете, у Яны вчера был заказ. Откуда она могла возвращаться рано утром? Про вчера не знаю. Говорю же, я себя плохо чувствовала, съела таблетку и спать легла. Не подскажете, в каких ночных клубах Яна чаще всего бывает? Попробуйте в Белый Мамонт заглянуть. Хорошо, попробую. А про Олега вы знаете? Поссорились они вроде. А почему не в курсе? Она мне не исповедовалась. Хотя странно, Олег нормальный парень, с ней вместе учится, армию прошел. Может, у Яны кто-то другой появился? Не знаю. Она скрытная в вопросах любви. Спасибо, Ира. Вы мне очень помогли. А это папа? Нет. Знакомый. Насонов возвращался в офис, когда ему позвонила следователь Кузнецова. Да, Варя, слушаю. Алексей Викторович, у меня две новости. Одна очень плохая. На выезде из города нашли труп девушки. По приметам Яна. Вот тебе раз. Отцу сообщили? Да, он уже поехал на опознание. А вторая новость Яна все-таки вызвала такси. Таксисты уже везут ко мне. Так, а вот это молодцы. Я могу на допросе присутствовать? Конечно. Я сама хотела попросить вас об этом. Все, договорились. До встречи. Алло, Федор. Отправляйтесь в клуб «Белый мамонт». Выясните, была ли там Яна вчера. Да, и соберите мне максимум информации об эскортоагентстве свита короля. Да, а я к следователю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я же говорю, она заказала такси клубу «Белый мамонт». Я довез ее до дома. Ей нечем было расплатиться. Она сходила домой, вынесла мне 300 рублей. Я уехал. Все. А ее сумочка? Свидетели показали, что она села в такси с сумочкой. Ой, не знаю никакой сумочки. Она могла ее потерять. Потом. Пьяная была клиентка. Хорошо. А как вы объясните, Семен Иванович, что мобильный телефон Яны выходит в эфир с вашей сим-картой? Брехня это. Вы гоните. Сохранился гарантийный талон на мобильный телефон Яны. В нем, разумеется, указан международный идентификатор, который отлучается в эфир. Да? Нифига себе. Ну, хорошо. Ладно. Она забыла сумку. У меня в машине. Ну, я ей взял телефон. Верну. Извините. Да нет. Не извините. Яна найдена мертвой на выезде из города. Отец опознал Яну. И у меня есть все основания полагать. Мертвой? Тогда слушайте. Это не я. Командир это. Нет денег. Сейчас, бегаем. Это его папу возьмем. Стоять. Знаю я вас. Сумку давай в залог. Ты на. Клиентки долго не было. Ну, думаю, сбежала курица. Вышел из машины. Стою, жду. И вдруг крик. Пусти! Пусти! В детективное агентство обратился Степан Ветров с просьбой найти пропавшую дочь Яну, которая вышла расплатиться за такси и не вернулась. Вскоре тело девушки было найдено на обочине загородного шоссе. Под подозрение попадает таксист Семен Грибов, который подвозил Яну к дому и у которого оказались сумочка и мобильный телефон Яны. Я испугался, хотел помочь, но потом подумал, вдруг там что? На меня подумают. А потом все стихло. Заглянул в подъезд. Там никого. Пошел дальше, а подъезд проходной. И только звук отъезжающей машины. И? Наверное, тот гад ее и увез. Я еще больше испугался, сел в машину и уехал. И почему я должна вам верить? Да я клянусь вам, не убивал. Следователь Кузнецова. Поняла? Поняла? Сбила машина? Хорошо, спасибо. Очень своевременно. Семен Иванович, покажите мне свои ладони. Дежурный, уведите задержанного. Алексей Викторович, давайте выйдем, перекурить надо. Я не понял, а ты что, куришь? Просто хотела голову проветрить и с вами посоветоваться. А занял эксперт? Да. Сделали экспертизу пятна. Это кровь. Группа вторая резус положительный, а убитая третья, соответственно. Скорее всего, кровь принадлежит похитителю. И еще, в крови обнаружены остатки слюны и губной помады. А что, если она укусила похитителя, когда тот зажимал ей рот, а он уже оставил такое пятно? Выходит, надо отпускать таксиста, ведь у него нет следов укуса. Ну да, под подписку они выезда. Но самое странное, Яна умерла от травм, характерных при наезде автомобиля. Что же, получается, кто-то ее похитил, выезд за город, потом отпустил, она попала под машину? Если это случайная машина, я не знаю, что делать. Ну как что делать? Искать похитителя? Вряд ли это случайный человек. То есть он вел Яну, поджидал ее в подъезде, зная, что он проходной? Наверное, так. Сейчас мои помощники вернутся из Белого Мамонта, а ты пока вплотную занимайся распечатками звонка. И дам ориентировки на все посты ДПС и во все мастерские, на случай, если им привезут машину с характерными повреждениями. Молодец. В офисе помощники подготовили доклад по всей собранной информации. Забавное заведение. Ну и мне удалось выяснить, что Яна действительно была в клубе Белый Мамонт и уехала оттуда на такси около пяти утра. Ну это совпадает с показаниями отца и таксиста. Но есть еще новая информация. Оказывается, по словам Бармена, у Яны в клубе был конфликт сразу с двумя мужчинами. О как, сразу с двумя? Да. И одного из них звали Олег. Ну это, скорее всего, Олег Березин. Как утверждает отец, Яна с ним поссорилась. Ну, возможно, фамилии Бармен не знает. Яна называла его только по имени. Зато вот второго парня он хорошо знает. Его зовут Артур Грязнов. Хозяин эскорта агентства Свита Короля. Вот это уже интересно. Это у которого Яна работает. Вот именно. И, кстати, говорят, что клиенты Грязнова, которых сопровождает Яна, очень часто отдыхают в Белом Мамонте. А конфликт с Артуром он носил какой характер? Производственный? Непонятно. Они то орали, то шипели друг на друга. В общем, Бармен не все понял. Так, ну что, молодцы. Это все? Нет, не все. Оказывается, Яна в институте сервиса больше не учится. Она провалила сессию, ее оттуда выгнали. Вот это да. Отец даже ничего не знал. Впрочем, сейчас тоже не имеет никакого значения. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК И что там? Признание в любви? Если бы. Угроза отомстить за попранную любовь. Так, и Олега, и Артура срочно на допрос. Уже распорядилась. Приедете? Да, конечно, буду. Я ни в чем не виноват. Ни на какие вопросы отвечать не буду. У меня и так горе. Это результаты экспертизы. Под ногтями Яны обнаружены микрокусочки кожи. Вашей кожи, Березин. Ну и что? Она мне пощечину влепила, а ногти знаете какие у нее? И при каких обстоятельствах вы получили пощечину? Да я образумить ее пытался. Она связалась с этим Грязновым. Он дал ей работу какую-то. Ну, любовь у них, типа. Опять ты. Как ты меня достал? Я же тебе ясно сказала. Между нами все кончено. Уже домой его стало водить, да? Папа на даче, а ты... Что тебе от меня надо? Ян, да ты не знаешь, с кем ты связалась. Это уж сутенер. Да ты ему просто завидуешь. У Артура солидный бизнес. Все легально, все чисто. А ты тупо бесишься от ревности. Да, бешусь. Если он тебя еще не подложил под какого-нибудь козла-клиента, то это только дело времени. А легче на поворотах, приятель. А то так и схлопотать можно. Что, сам драться будешь, а? Или по понятиям со мной разберешься. Дружков нашлешь, да? Опа. Ну, давай. Сам, да? Ну, давай, набей меня мозгу, а? Алиса, перестаньте. Артур моя первая любовь. Ну, так получилось. Ну, кто же знал, что я его снова встречу? Ну, прости. Да какая любовь, да? Красивой жизни захотелось. Рестораны, яхты, богатенькие папики. Вот, Артурчика бросишь попозже, а потом на другого клиента пересядешь. Дрянь. Вы поссорились и написали ей кучу оскорбительных смс-ок? Да, до сих пор стыдно. Даже извиниться не успел. Но преследовать-то вы ее не перестали? Есть свидетели, что вы опять в клубе белой мамы отустроили ей скандал. Не преследовать, а оберегать. Я защитить ее хотел и не смог. Так что же произошло в тот вечер? Что? Да ну и что здесь такого? Ну, подумаешь, переспать захотел. Вот сам с ним и спи. Я соглашалась только на сопровождение. Ты что, дура? Ты знаешь, что такое Антон Храпов? Он у тебя и меня по стенке размажет. Ну, я влюбился в тебя, старичок. Что, тебе с ним переспать жалко, что ли? Это ты мне говоришь? Значит, прав был, Олег. Все дело только во времени и в сумме, которую готов заплатить за меня клиент. Подонок! Дядь! Шлюха! Шлюха? Я не шлюха! Это ты хочешь превратить меня в шлюху, миленький! Заткнись! Либо ты едешь к Храпову и делаешь все, что он захочет, или... Не трогай ее, мразь! И ты здесь! Ты же мне писал, что я шлюха и стерва! Что ж ты за такой дрянь, как я, заступаешься, а? Все вы сволочи! Я потом уехал, и все. А куда вы поехали? К Федьке Смирнову, к другу своему лучшему. Вы знаете, к нему приезжаешь пять утра, он тебя водкой согреет. Мы его там и нашли. По мобильному телефону вычислили. А где сейчас ваш автомобиль? Как это? Спирали его. Я во дворе поставил, и выхожу я его, и нет. Почему не заявили о пропаже? Так не успел. Теперь даже не знаю, что отцу сказать. А при чем тут отец? Так это его машина была, я по доверенности ездил. Разберемся. Читайте протокол и подписывайте. С моих слов записано верно, мною прочитано. И никуда не уезжайте из города. Однако, засиделись. Да, поздно уже. У нас лезть закончили, давай тебя домой привезу. С удовольствием. В детективное агентство обратился Степан Ветров с просьбой найти пропавшую дочь Яну. Детективы выяснили, что Яна работала в агентстве, которое предоставляло услуги состоятельным бизнесменам. Вскоре труп Яны был обнаружен на обочине загородного шоссе. Причем экспертиза установила, что девушка умерла от травм, полученных в результате наезда автомобиля. Ну и что теперь делать? У Олега следов от укуса нет. Да и выехал он позже. Артур вообще еще целую часть сидел в клубе, рано зализывал. Ну, теоретически Артур мог позвонить кому-то. И тогда бы у сообщников встретил непокорную Яну. А это мысль. Может, ее отвезли к тому самому Храпова? Надо вплотную им заняться. И за Олегом бы неплохо было бы понаблюдать. Зачем? Да понимаешь, не нравятся мне такие совпадения. Яну сбивает машину, и Олег заявляет о том, что у него угнали автомобиль. Ну да, я как-то не подумала. Хотя в голове все равно картина не складывается. Устала, наверное. Давай так. За Олегом понаблюдают мои помощники, а ты вплотную занимайся Храповым. Я думаю, мы где-то близко к цели. На следующий день Федор установил наблюдение за Олегом. Наконец, тот вышел из своего дома. Наблюдение за Олегом привело помощника к стоянке автомобилей у жилого дома. Алексей Викторович, Олег пришел на улицу Кирова, дом 10. Подошел к какой-то машине. Ага. Открыл ее, что-то взял. Закрыл. У машины помятый бампер. Ага, понял. Ну что, Олег, угонщик тебе на ушко шепнул, где припарковал машину этого отца, а? Ты кто вообще такой, а? Ну, отпусти! Я помощник частного детектива. Мы все не так поняли. Так получилось, я все расскажу. Ну что, Березин, отпираться бесполезно. Мне только что сообщили, что на бампере вашей машины найдена кровь Яны. Плохо вы помыли машину, Березин. Очень плохо. Это я. Я сбил Яну. Но это получилось случайно. Вот как? Блин, теперь вы мне точно не поверите. Но это смотря что и как вы расскажете. Когда Яна уехала из бара, я подрался с Артуром. Потом сел в машину и поехал за ней. Я хотел извиниться за эти дурацкие смс-ки. Сказать, что дурак, что люблю ее, очень люблю. Вы мне верите? Продолжайте. К ее дому на машине лучше подъезжать с другой стороны проходного подъезда. Вот, я подъехал и вижу издали, что какой-то урод Янку к машине тащит. Засунул он ее в машину и по газам. В какую машину? В синей иномарке. Номеров не было видно. Яна сопротивлялась? Не, волок он ее. Наверное, чем-то по голове ударил. Или брызнул чем. А он был один? Я думаю, что да. Потому что он ее сунул на переднее сиденье. Ну вот, гоню я за ними. Догнать не получается. Уже выехали за город. И вдруг, наверное, она очнулась в машине и сиганула из нее. И прямо мне под колеса. Я пытался тормозить изо всех сил и все равно. Выходит, это вы обеспечили Яне эскорт. Я не нащел был пульс. Я понял, что она умерла. Яна! Яна! Слышишь, не умираю! Яна! Яна! Я взял ее и потащил к обочине. И уехал. Я испугался, чтобы подумать, что я ее нарочно сбил. Потом я замыл кровь на бампере. А машину поставил на автостоянке возле одного из домов. Чтобы потом отвезти в левый автосервис. Чтобы починили. Очень жаль, Олег. Если бы не ваша трусость, Яна могла бы выжить. Что? Как выжить? Вы врете. Я же щупал пульс! Вот заключение медицинской экспертизы. Смерть Яны наступила в семь часов. Она еще больше часа оставалась жива. Нет. Нет. Олег Березин, вы задержаны до выяснения всех обстоятельств по данному делу. Ты не будешь возражать, если я с Артуром Брезнал поговорю? Нет, конечно, Алексей Викторович. Через час детектив Насонов встретился с Артуром Грязновым. Ну что, я знаю, что сами вы Яну не преследовали. Но вот после ухода звонили вот на тот номер. Звонил? Храпову. Сообщить, что Яну ломать не получилось. Он ведь два билета взял на Канарские острова. В аэропорту ее дожидался. В аэропорту? Ну да. Но это какой дурой надо быть, а, чтоб отказаться. И Москву бы посмотрела, и на песочки погрелась идиотка. А на какой рейс у него были билеты? 6.20. Мне нужна детальная информация на Антона Храпова. Ну, Антон Храпов это наш лучший клиент и мой друг почти. А у вас есть фотографии вашего друга? Конечно. Так, а где-то я его видел уже. Ну, если вы ведете активный ночной образ жизни, то все может быть. Да нет. Как раз вот ночной не веду. А он перегулял со всеми вашими барышнями? Вы так сказали, будто у меня притон, а у меня... Да знаю я про ваше агентство. И как Яну уговорили переспать с Храповым, тоже знаю. А тут каюсь, каюсь. Уговаривал. Но в виде исключения Храпов в нее влюбился. А у вас ведь с ней вроде как тоже любовь была. Как же вы-то так? Что? Такая любовь. Бизнес есть бизнес. И от Яны не убудет. И мне достанется. Да не достанется. Погибл я. Лена, проверь, пожалуйста, проходил ли Храпов в регистрацию сегодня на утренний рейс на Москву. Хочу понять, мог ли он подослать своих волкодавов к Яне, чтобы они доставили прямо к трапу. А ведь точно. Ее нашли на дороге, которую везет в аэропорт. Сейчас я все выясню и вам перезвоню. Подождите. Насонов решил еще раз поговорить с Ириной Огуреевой. Пожалуйста, присаживайтесь. Да нет, спасибо. Подождите минуточку, я сейчас. Очень кстати. Ну вот, я так и думал. Что вы имеете в виду? Ну, это же Храпов. В темных очках, правда, не сразу узнаешь. Ну, Храпов, и что с того? Вы, кажется, о Яне пришли поговорить. Ну, в общем-то, о Яне. Ну, теперь получается, и о Храпове тоже. Об Антоне? Ну, почему он вас заинтересовал? Ну, выяснилось, что он в Яну влюблен, даже домогался взаимности. Влюблен? Домогался? Но я об этом ничего не знаю. А где вы с ним познакомились? Господи, ну где я могла с ним познакомиться? Между прочим, я в эскорт-агентстве работаю. Меня заказывают лучшие клиенты. А какие у вас отношения? Дружеские. Он симпатичный, состоятельный мужчина. Хорошие чаевые дает. И поэтому вы держите его фотографию на таком видном месте? А вот это уже не ваше дело. Извините, мне пора собираться. Мне еще сегодня клиента сопровождать. Да-да, конечно, сопровождать. До свидания. До свидания. Да, Лен. Алексей Витальевич, когда Яну таксист подвез к дому, регистрация была уже закончена. Это точно. И Храпов ее прошел. Спасибо. Слушай, тут такой неожиданный поворот. Я у Огуреева установил камеру. Вы давайте за ней наблюдайте и глаз в нее не спускайте. Где бы она ни была, чтобы вы были рядом. Все. Помощники вели наблюдение за квартирой Ирины. Привет, Егор. Срочно нужно встретиться. Давай, через 30 минут на нашем месте. Лена записывала встречу Ирины на видеокамеру. Привет, любимая. Извини, опоздал. Выбирал тебе цветы. Спасибо. Тебе нужно на время исчезнуть. Что-то случилось? Детектив приходил, вопросы задавал. Дурацкие. Вдруг на тебя выйдет. Ир, а может это? Может пойти и все рассказать? Ты с ума сошел? А что? Яна ведь сама из машины сиганула. А как ты им объяснишь ее похищение? Да, проблема. Хорошо, я уеду. Но ненадолго. Алексей Викторович. Лена доложила Насонову о результатах наблюдения за Агуреевой. Получив информацию от Насонова, следователь Кузнецова вызвала Егора Истомина для дачи показаний. Будьте добры, покажите ваши ладони. Зачем? Я советую вам сделать чистое сердечное признание. Кровь на стене в подъезде Яны. Это твоя кровь. Она прокусила тебе руку во время борьбы. Хорошо. Это я выкрал Яну. Довольны? С какой целью вы это сделали? Она мне понравилась. Хотел добиться взаимности. А может это Ира тебя попросила? Не троньте Ирку, она ни при чем. Зря ты ее выгораживаешь. Я вот только не могу понять, что же она такое тебе наврала, что ты так ее покрываешь? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я все придумал и сделал все сам. А вы давно с Ириной познакомились? Это весной на югах. Я думаю, вы крепко влюбились, Егор, и даже строили относительно нее какие-то планы. Она ведь не сказала вам, что рассчитывала выйти замуж за богатого и холостого Антона Храпова, но он вдруг переметнулся к Яне. Да ты что, не понимаешь, тебя просто использовали, чтобы устранить конкурентку? Нет, этого не может быть. И рассказала, что Яна любовница ее отца, что она довела его до инфаркта, и что единственный выход разорвать эту связь. Подержать Яну какое-то время за городом. Вот интересно, если бы ты всю правду знал, ты бы согласился похитить Яну? Да. Егору Истомину предъявлено обвинение в похищении человека, повлекшее по неосторожности смерть вытерпевшего. Ирине не удалось предъявить обвинение, так как Егор отрицал ее участие в преступлении. Олег Березин получил условный срок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok